Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем читать послание апостола Иакова для библейского портала экзегет.ру. Послание называется «Соборным», потому что обращено не конкретное общение, а обращено ко всей Церкви. Итак, апостол Иаков начинает. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Вот этот первый стих, он очень интересный и уже говорит о многом. По преданию и с ним вполне согласна современная наука, Иаков — это брат Господень, Иаков младший, так называемый, тот, который был потом апостолом от семидесяти, первым епископом иерусалимским, тот, кто в итоге был казнен. И что же он говорит, что он пишет? Он пишет, что он раб Бога и Господа Иисуса Христа, при том, что для людей, особенно для иудеев, он был сводным братом, сводным братом Христа. Почему он так в предании назывался? Понятно, мы знаем, что у Иосифа и Марии не было детей, потому что Мария — Дева, та и единственным ее ребенком был Господь наш Иисус Христос, но народ называл детей Иосифа от первого брака, называл их братьями Христа. И вот имея такой статус перед лицом людей, Иаков называет себя раб Бога и Господа Иисуса Христа. Это, конечно, очень показательно. Показательна его внутренняя позиция. Он не собирается пользоваться связями, не собирается повышать свой статус за счет вот такого родства, пусть даже он и понимает, что оно не носит какого-то такого подлинного характера, да, это не кровное родство, не сводные братья, но так или иначе он действует по-другому. Раб Бога и Господа Иисуса Христа. И дальше он пишет «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Понятно, что двенадцать колен здесь – это образ всего Израиля, всего народа Божьего. Мы знаем, что в итоге в Иудее жили два колена. Мы знаем историю о потерянных десяти коленах, то есть тех коленах, которые практически не вернулись из плена. И, конечно, двенадцать колен – это некоторая такая эсхатологическая тема. То есть тогда, когда Господь придет делать свое дело на землю, когда наступит День Господень, тогда двенадцать колен израильских должны будут встретить его, и это будет мессианское царство. И вот он имеет в виду, что мессианское царство настаёт. Но только понятно, что теперь эти двенадцать колен – это не обязательно колены по крови иудейские, это духовное родство, речь о духовном родстве. А вот последняя эта фраза первого стиха, она, надо сказать, вообще задает весь такой тон, задает тон всей первой главе. «Находящимся в рассеянии радоваться». Еще что такое находиться в рассеянии для иудея? У иудея есть земля обетованная, есть земля, которая была ему, еще Аврааму, Богом обещана. И, как мы знаем из псалма на реках Вавилонских, иудей не может радоваться на земле чужой. Иудей только плакать может на земле чужой. Он говорит, пусть прилипнет язык к моему гору, к гортане моей, да, если я собрался радоваться на чужой земле. Если я забуду тебя, Иерусалим. И вдруг иудей по крови, по воспитанию, апостол Иаков, брат Господень, пишет «двенадцати коленам находящимся в России не радоваться». Это означает, что повод для радости какой-то другой совершенно. Это не просто мирская радость. Это радость от того, что Мессия пришел. И поэтому двенадцать колен должны радоваться об этом. И, собственно, дальше он поясняет эту основную мысль. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Тоже для православного христианина слово «искушение» не может быть ничем хорошим. Искушение, некоторое бесовское наваждение такое, да, или, скажем, наваждение, может быть, связанное с расстройством нашей природы, духовная некоторая проблема, трудность, которая появляется, которую надо преодолевать. И здесь он говорит «с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Но почему он так говорит? Потому что для него искушение — это повод показать верность. Он, собственно, так и говорит. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». То есть слово «терпение» в синодальном переводе, его на самом деле можно было бы перевести, там греческое слово стоит, которое можно было бы перевести как «стойкость». Стойкость, конечно, это не только терпение. Стойкость — это такое свойство, такая характеристика человека, когда он устойчиво, твердо стоит на ногах, когда он несгибаем, когда он, ну, своего рода, готов перенести все испытания и выстоять их, устоять на ногах. И вот почему же надо любить и почему надо радоваться, с великой радостью принимать различные искушения? Потому что это позволяет тебе доказать, что ты стоишь на ногах. Знаете, как бывает, человек говорит, что он, например, негневливый, но это так только потому, что его никто не гневает. А как только пальцем его коснешься, он сразу начинает гневаться. И тогда получается, что он негневливый, потому что просто не было проблем. Как только возникают проблемы, сразу возникает гнев. Здесь то же самое. Христианин может думать, что у него все хорошо просто потому, что его никто не трогает давно уже. Потому что те вещи, в которых он должен был бы работать над собой, конечно, каждый из нас по-своему развит духовно. Кто-то, например, темперамент такой имеет, что он негневливый в силу своего просто характера, в силу своей природы, особенностей человеческих. И он не должен кичиться тем, что он негневливый. А кто-то, например, независлив. А кто-то, например, еще обладает какими-то чертами характера, терпелив, например. Это не повод для гордости, для того, чтобы сказать, вот я какой, я терпеливый. Да может быть, просто ты таков. А вот есть точки некоторые болевые, в которых мы имеем слабость, в которых мы должны тренироваться. Как, знаете, говорят культуристы, надо подкачать какую-то мышцу, надо проработать какие-то части своего тела. Вот так и здесь. То есть мы понимаем, что искушение я, как проверка некоторая. Вот приходит учитель и говорит, давайте мы с вами напишем диктант. Вот там ребенку потом говорит, у тебя какие-то ошибки, значит, слабое место такое-то, повтори. Вот искушение, потому нас должны радовать, что они показывают нам, где мы справляемся, а где мы, ну, может быть, не прямо сразу падаем, но, по крайней мере, где нам трудно, что нам надо, в чем нам надо себя воспитать, что нам надо преодолеть. Итак, терпение или вот эта стойкость должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот как раз об этом и идет речь. Искушение дается для того, чтобы ты понял, где ты слаб и что надо изменить, что надо исправить. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Мы видим, что человеку, и мы знаем это по опыту, конечно, что человек может не переносить искушений. Не в том смысле, что он обязательно впадает в какие-то слабости и прочее, прочее. Он просто не находит в себе сил правильно их интерпретировать. И тогда апостол говорит, если у кого из вас недостает мудрости, понимать, что с вами происходит. Он же говорит, радуйтесь искушениям, большой радостью принимайте. Это испытание вашей веры. Если вам трудно понять, что происходит, просите у Бога, который даст всем просто и без упреков. То есть он не будет говорить, Бог не будет пенять тебе, что ты в чем-то оказался слаб или чего-то не понял. Он даст тебе понять это в итоге. Но что здесь важно учитывать? Просить надо не просто так. Но допросит с верой, немало не сомневаясь. Почему? Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Значит, получается, что вот эта вера, во что она должна быть, эта вера? У нас люди любят говорить, я верю в то или в это, даже кто-то говорит про чудеса или про помощь какой-нибудь иконы или какого-нибудь святого. Но все-таки в первую очередь, когда мы говорим о вере, когда Христос говорит о вере, это вера в Бога, это доверие Богу. Иногда люди так верят, что больше верят какому-нибудь святому, чем верят, например, Богу. И большую связь имеет внутреннюю со святым, чем с Богом. Конечно, это некоторые искажения. И вот апостол пишет, допросит с верой, немало не сомневаясь. А в чем же нельзя сомневаться? А вот в чем нельзя сомневаться. Нельзя сомневаться, что Бог желает тебе добра. То есть вот в твоей жизни возникает искушение. Ты понимаешь внутренне, что Бог попускает тебе эти искушения. Но в итоге ты можешь рассудить по-разному. Ты можешь сказать, что Господь гневается на тебя, или может быть, что Господь зол, даже такие люди, даже такие выводы некоторые люди делают. Ты должен понимать, что Бог всегда за тебя. Что даже если Он попускает искушения, это правильно, ты должен их правильно преодолеть, эти искушения. И вот смотрите, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вот представим себе, например, есть некоторое искушение. От того, как я пойму его, правильно ли я его пойму, будет зависеть очень многое. И в первую очередь будет зависеть, как я его пройду. Если я буду думать, что Бог меня не любит, что Он обо мне не заботится, что это все какая-то чья-то злая воля, конечно же, я в итоге искушение не преодолею. Но если я буду думать, если я буду понимать, что даже во время этого искушения Бог со мной, Он за меня, и это некоторая проверка моя на прочность, тогда я получу помощь в разумлении. Интересно, что параллельно с этим, конечно, возникает еще одна тема, к которой он периодически возвращается, апостол Лаков, это финансовое состояние богатого и бедного христианина и то, как вот это финансовое состояние влияет на восприятие человека в обществе. Вот он пишет, «Дохвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Казалось бы, а что такого, что есть люди богатые и бедные? Но апостол Иаков, конечно, не говорит просто о людях, которые обладают какими-то финансами или не обладают. Он говорит скорее о том, что человек богатый внутренне деформируется своим богатством так, что он начинает пренебрегать бедным. А бедный, напротив, если он правильно воспринимает свою бедность, начинает сострадать и другим бедным тоже. И вот апостол пишет, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении же никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Смотрите, здесь уже прямо он говорит, без обиняков апостол. в искушении не говори, то есть есть некоторые испытания, ты его проходишь, не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. То есть Бог попускает тебе пройти некоторую трудность, но он не посылает тебе трудность специально, чтобы тебе было трудно. И, конечно же, он желал бы, чтобы было легче тебе жить, но дело в том, что только через трудность, только через испытания, в разной мере, конечно, не обязательно это какие-то страшные вещи, но именно испытание, именно проверка позволяет человеку сформировать навык. Если нас никто не проверял, если бы мы нигде никогда не сдавали экзамены, если бы никогда нигде не должны были точно что-то знать и действительно знать это как свое, может быть мы многому бы и не научились собственной жизни. Итак, Бог никого не искушает злом и сам не искушается, но каждый искушается, увлекаясь и обольшаясь собственной похотью. То есть когда-то в раю Бог сотворил человека и дал ему разные жизненные силы. Однако после грехопадения, когда состав человека внутренний не изменился, но исказился, и человек стал рабом того, чего он должен был быть хозяином, рабом тех сил, которыми он должен был владеть, они стали над ним господствовать и стали страстями. И вот получается, что каждый искушается собственной похотью. Это одна из страстей, понятно, да? Или даже наверное это образ как рабство всем страстям. А похоть зачав рождает грех. То есть понятно рождает конкретный поступок. А сделанный грех рождает смерть. Интересно, кстати, что не похоть рождает смерть, не сама страсть рождает смерть, грех. Потому что страсть это некоторая расположенность наша. Она нас может тянуть, может влечь, она может нас заставлять что-то сделать, но мы в итоге можем устоять, можем не совершить этого греха, а можем совершить. И вот сделанный грех уже рождает смерть. Дальше апостол пишет «Всякое даяние, благое и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Вот это очень важно, потому что часто мы воспринимаем вот эту фразу «в Боге нет ни тени перемены» как некоторое догматическое утверждение «Бог неизменяем». Как будто без этой фразы апостола Иакова это было непонятно. Бог действительно неизменен по своей природе. Здесь даже и говорит нечего, на то она и природа Божия. Если бы она могла меняться, она переставала бы быть уже той самой природой. Вопрос в другом. В чем неизменен Бог в контексте этой первой главы? Что важно, что он обсуждает, что для апостола важно? Обсуждает он, кто привносит в жизнь человека зло, кто привносит в жизнь человека искушение и страдание. И апостол еще и еще раз утверждает, что это не Бог. То есть он прямо говорит, что «братья, не обманывайтесь». Бог никого не искушает, и от него он не имеет ни тени перемены. В чем перемены? В любви к вам. Вот когда наступает время испытаний, очень хочется сказать, что «Господи, почему ты изменился по отношению ко мне? Почему ты раньше меня любил, а теперь вдруг ты на меня разгневался?» И вот апостол говорит, что нельзя так говорить. В Боге нет ни тени перемены. Бог никогда не изменяет своей любви к человеку. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторыми начатками его созданий». Интересно, тоже, да? Вроде бы как мы уже родились. А апостол почему-то опять говорит, что мы должны быть начатками его созданий. Казалось бы, ну кто такой начаток его созданий? Ну, Адам, Ева, животные до них сотворены, до них ангелы сотворены. Вот начаток созданий. А апостол говорит, что он захотел, чтобы мы были некоторым начатками его созданий. Почему это важно? А потому что начаток не просто созданий каких-то когда-то, а нового. Помните, как говорится в Писании, «Се творю все новое, новую жизнь, новых людей, людей, которые обновлены по образу Спасителя». «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор наслышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божии». Гнев человека не творит правды Божии. И действительно, когда происходят некоторые испытания, первое, что мы ощущаем, это гнев. Потому что испытание – это то, что нам не нравится. Испытание – то, чего мы хотели бы не проходить никогда. Зачем нам испытание? Мы хотели бы жить спокойно. Здесь наступают испытания, и мы хотели бы от них отойти, избежать их. И мы, наверное, очень скоро бываем на язык, когда делаем вывод, а к чему эти испытания, для чего они нам. А в итоге апостол говорит, не торопитесь, всякий будет скор наслышанным и медленно слова. Слушивайтесь в то, что происходит, вдумывайтесь в него и меньше делайте поспешных выводов. «Ибо гнев человека не творит правды Божии». Это очень важно, что человек в своей жизни должен совпасть с правдой Божией. Человеческая правда должна совпасть с правдой Божией. И если человек не творит этой правды, то он, конечно же, тогда не исполняет просто своего предназначения. Поэтому отложив всякую нечистоту и остаток злобы, тоже очень интересно, да, остаток злобы, то есть человек, который стал христианином, он уже должен перестать злиться. Но если в нем есть хоть немного вот этой внутренней нечистоты, злобы, и их надо отложить, чтобы очиститься полностью, отложив нечистоту и остаток злобы, в кротости приимите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Ну, конечно, когда тебе говорят, что всякие твои проблемы, которые есть у тебя в жизни, они на самом деле проявления любви, что на самом деле, если ты переживаешь некоторые трудности и испытания, то это не значит, что Бог на тебя гневается, а Бог тебя любит. Первое, что ты хочешь сказать, это ничего себе любовь. Что это за любовь такая? Если ребенка, например, мать строго воспитывает, он никогда не скажет, что она его любит. Ну, потом, во взрослом возрасте, когда вырастет, он может сказать, что там мать, например, своим воспитанием спасла меня от каких-то плохих вещей. Но сам по себе ребенок, пока он ощущает некоторую строгость, он не скажет, что это проявление любви. Хотя на самом деле это может быть проявлением любви. Так и здесь апостол говорит, братья, скротостью приимите насаждаемое слово. Поверьте, действительно, то, что делает Бог, он всегда делает с любовью. Будьте же исполнители слова, а не только слышатели, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет его, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Это сегодня у нас есть зеркала, сегодня у нас есть телефоны, которые делают селфи, и мы можем постоянно видеть свою внешность, например, и как-то пытаться своей внешности соответствовать, скажем, если есть такая необходимость. Но человек, который смотрелся раньше в зеркало, это была обычная, натертая медная пластина, например, или вода, скажем, там он мог увидеть свое отражение. Хотя, конечно, гораздо менее четкое и подробное. Так вот, и вот человек отходил в стороны, но это было так редко для большинства людей, что человек и забывал даже, как он выглядит. А что это за образ такой? Образ очень простой. Вот ты намереваешься что-то сделать, да? Слушаешь слово, но не исполняешь его. И такое ощущение, что ты как будто в зеркало посмотрел, вроде вознамерился тоже, понял, как ты выглядишь, каков твой образ действий. То взял и забыл, и занялся совсем другими делами. И не стал в итоге исполнять волю Божию. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела блажен будет в своем действии. И вот действительно, конечно же, необходимо вникать в закон совершенный, но только он есть закон свободы. Нам очень хотелось бы, чтобы нами управляли, манипулировали. То есть человек сегодняшний очень много кричит и возмущается, и требует свободы, требует ответственных решений, но как только в реальности он стоит перед трудным выбором, перед решениями, которые не очень красивые, может быть, и очень сложные. Да, он говорит, помогите кто-нибудь мне решить, как здесь лучше поступить. А для чего он это спрашивает? Не только для того, чтобы лучше поступить, чтобы разделить ответственность в сложном случае. Апостол Аков говорит, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, то есть утвердится, тот блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Потому что в итоге, конечно, очень много решает слова. Не в том смысле, что мы говорим, и это сразу все определяет. Нет, просто слова выдают состояние нашего сердца. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Вот оказывается, что такое правильное благочестие. Нам очень кажется иногда, что это какие-нибудь ритуальные действия, посты, коленопреклонения, долгие молитвы. Но апостол Аков говорит немножко другое. Он говорит, презирать сирот и вдов. То есть, иными словами, служить беспомощному ближнему, человеку, которому очень трудно, у которого такие обстоятельства сложились, что он не может сам себе помочь, не может с ними справиться с этими обстоятельствами. И вот такое непорочное благочестие и чистое перед Богом это как раз помощь этим людям. И хранение себя неоскверненным от мира. Но мирская скверна, кстати, довольно часто у людей ассоциируется просто с миром. Это, конечно, неверно. Мир створен Богом, он благой, он чистый. И нечистым он становится только от наших нечистых действий. Он в нашем сознании, в нашей душе может быть нечистым. Поэтому хранить себя неоскверненным от мира, это не значит хранить себя от людей, от общества и от всего, что нас окружает. В первую очередь это значит хранить себя от греха. Всего доброго.